Добрый вечер, дамы и господа. Я пришел к вам рассказать про проект HIS и найти партнерские отношения. Меня зовут Альберт Бугров. Я являюсь генеральным директором компании Smile Shop и основателем проекта HIS, консервис на основе искусственного интеллекта. Собственно, ни для кого не секрет, что самый дорогой ресурс человека – это время. Наш консервис помогает людям экономить время на поиске, помогает экономить время на бронировании встреч. От бронирования столов в различных заведениях ресторанной направленности до бронирования билетов на различные мероприятия развлекательного характера. Консервис основан на искусственном интеллекте, что позволяет выявить потребность предложить заведение или место, либо мероприятие, и проводить его, сопроводить непосредственно до места, основываясь на маршруте, основываясь на пробках, так сказать, непосредственно туда. Вы экономите время полностью на всем спектре. Собственно, что получает от этого бизнес? Получает инструмент, готовый инструмент, систему бронирования столов, получает систему учета, также получает систему онлайн привлечения, систему пуш-уведомлений, опять же, по потребностям клиента. Что у нас сейчас есть? У нас сейчас есть контракт на разработку с международной компанией, международной компанией разработчиков, есть контракт с топовой пиар-компанией, пиар-командой России, 30% собственных средств для инвестиций в разработку, и мы ищем, так сказать, инвестицию на разработку. Монетизация проекта заключается в том, что бизнес платит комиссию с чека. Это очень привлекательно для рестораторов, очень привлекательно для различных мероприятий, как и начинающих, так и уже устоявшихся на рынке. Реклама и пуш-уведомления, естественно, это платный сервис. Также различные бизнесы платят актуальную, так сказать, актуальную абонентскую плату, минимальную, за то, чтобы находиться на рынке, чтобы люди не получали негативную информацию. Негативная информация заключается в том, что когда ты ищешь через Google карты, либо через Яндекс карты, различные заведения, к примеру, ну даже не заведения, к примеру, автосервисы, либо рестораны чаще всего. Но не чаще всего бывают такие ситуации, когда либо не соответствуют данным, часы работ, либо не соответствуют данным заявленные потребности, к примеру, там отсутствие возможности покурить коляны, прочая различная кухня, качество кухни. Вы понимаете, наш сервис ориентирован на выявление потребностей. Собственно, что мы просим сейчас? Мы просим поэтапную инвестицию на развитие проекта, на техническую разработку, на внедрение и коммуникацию с пользователем, непосредственно выявление потоков, каналов пользователя. Также, что мы готовы за это предложить? Мы готовы предложить 20% доли от этого проекта. Окупаемость составляет 8 месяцев. В принципе, здесь есть мои контакты. Первая презентация, как-то так вкратко все рассказываю, но в принципе все. Окей, хорошо. А что продаем-то? Ну, смотрите. Что продаем конкретно для кого? Для бизнеса или для пользователя? Осталось понять для кого. Вот есть инвесторы. Во что они должны вложиться, кроме того, что они должны дать денег, нанять вас на работу. То есть в данном случае это выглядело как вопрос, дайте люди попить, а то так есть, хочешь переночевать негде. Дайте денег, нам нужно как-то за эти деньги поработать. Мы кому чего продаем? Вот сидят люди, что мы продаем? Что вы поработаете за их деньги? Ну, это несколько какая-то странная история. Нет, у нас есть концепция, у нас есть отработанные технические все элементы, у нас есть контракт на разработку, 30% собственных средств. На данной стадии этап находит, ну, данный этап сейчас, как начало разработки проекта, существует порядка трех месяцев. Это самый старт и в принципе… Ну, возьмите, пойдите в банк, возьмите, раз вы верите в свой бизнес, возьмите потреб кредиты, как начинали все бизнесмены, каждый в команде возьмет хотя бы по миллиону рублей, потом наберете несколько кредитных карточек по 500 рублей, тысяч и будете их возвращать. Мы, собственно, так и сделали, пошли по вашему совету, начали отработку всех каналов. Более года мы общались со всеми рестораторами и пользователями, которые, так сказать, нуждаются в том, чтобы их время экономилось на организации той же самой встречи, на выявление потребностей. К сожалению, сейчас наши сервисы не предлагают достаточного удобства. Например, Flampo. Flampo, она не подходит. И Platius тоже не подходит. То есть Flampo мимо, соответственно, Platius тоже мимо, потому что если бы здесь у нас присутствовал, как один раз присутствовал у нас Дэвид Ян, мой большой товарищ, с которым мы недавно думали о названии его бара, который он запустил, то есть Flampo уже не катит. Рейтинги в Google тоже не подходят. Когда вы говорите о выявлении потребности, какую потребность вы удовлетворяете? Которая не удовлетворена. Мы удовлетворяем потребность непосредственно в выборе места. К сожалению, сейчас, допустим, мы с вами договорились о встрече на метро Пушкинское. Кому мы продаем все-таки? Вот у нас сидят инвесторы. Кто наш покупатель? Это физическое лицо, клиент, ресторатора или это ресторатор? Это принципиально два разных… Я имею в виду, с кого мы зарабатываем. С кого вы можете в гипотезе зарабатывать? Я приблизительно понимаю, что вы сначала должны организовать этот трафик, но вот зачем мне ваш сервис? Вот на метро Пушкинское. Прекрасное место. Это ресторан, фрифло, грабли, как пример. Вы сутите о себе. Вы знаете, куда вы хотите пойти, но не все же такие же, как вы, и знают, куда пойти. То есть вы думаете, что среднеарифметический клиент идет и думает, не выпить ли мне кофе или повеситься? То есть он такой вот… К примеру, люди часто выбирают не те места для организации встреч, например, дружеской встречи. Бывают и свидания, да, любовного характера, какой-то направленности. По каким критериям мы… Как же деловые встречи? Это критерий. Какой вам даем, почему наш критерий лучше, чем Google рекомендация? У Google рекомендации нет искусственного интеллекта, нет выявления потребностей, есть только отзывы и определенные хэштеги, по которым они работают. Так, и… Вы думаете, что при выборе все сидят и думают, мне бы выбрать это кафе. Есть ли там искусственный интеллект в выборе или нет? Может каждый думает, ну смотрите, Вася, Петя пошел, поставил пять звезд, может меня это удовлетворяет? Также у нас есть, так сказать, проверка всех отзывов, помимо того, что мы… Вы прозваниваете их? Естественно. То есть у вас есть отдельный колл-центр? Верификация, нет, есть верификация каждого отзыва. Каким образом? Человек посетил, человек посетил место, он воспользовался нашим сервисом, значит он получает уведомление, получает либо уведомление, либо звонок, в зависимости от возможности. Далее он подтверждает того, что он верифицированный пользователь, он оставляет отзыв свой на основании чего-то. Основание того, что он обратился в сервис. Подождите, это верифицированно, он подтвердил, идентифицировал свою личность, а дальше его отзывы, он может просто быть ресторанным критиком, который всем ставит минусы. Представляете, такой потапинка… Сколько таких ресторанных критиков на долю населения? Увоз и телега, они за этим зарабатывают деньги. У них работа… Мы их немного по сравнению с теми реальными людьми, которые ходят и пользуются услугами. Это отзывы. Зачем вы тогда? Мы для того, чтобы ускорить этот процесс, выявить потребность и привести действительно туда, куда нужно прийти. Окей. Сколько вам это в итоге денег нужно? Давайте вернемся. Нам нужна поэтапная инвестиция в размере 5 миллионов… Рублей. Да, 5 миллионов рублей. Недорого. И когда вы собираетесь возвращать эти 5 миллионов? В течение 8 месяцев наш проект… В течение 3 месяцев наш проект выходит на рынок, через полгода он выходит на окупаемость. И уже идет прибыльность проекта. Прекрасно. То есть 2 месяца и у вас после… 3 месяца. 3 месяца и проект взлетел. И полгода. Нет проблем. Значит полгода. Ну что, у меня вопросы есть. Вопросов более нет. Всем действующим предпринимателям, которые 3 года считают, что это минимум как надо вджобовать в бизнесе. Есть яркий пример, что можно за полгода все окупить. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok